Добро пожаловать на мой канал! Я Ирира, я пишу картины. И это моя новая работа, которую я создала пару дней назад. Я хочу поделиться с вами о том, как я её писала, что она означает и что я использовала здесь. Это работа про Божественную энергию, что она идёт напрямую к человеку, каждому из вас. И важно уметь её принять. В основном идеи для моих картин они приходили таким образом, что они просто приходили и требовали воплощения. Они хотели родиться здесь, на земле. С этой работой было немножко по-другому. А всё началось с того, что я пошла на арт-терапию. К удивительной женщине Галине Эль, песочную арт-терапию. Там было песочное поле и много-много фигурок, из которых нужно было выбрать несколько. И одна из этих фигурок была женщина-богиня египетская. Конечно, я не нарисовала ту фигурку так, как она была на самом деле. Я её немного видоизменила. Я хотела сделать более пластическую фигуру, чтобы она не стояла просто прямо. Но открытые руки я оставила. И, конечно, какой-то наряд я изменила. Да, тема запроса на арт-терапию была, конечно же, творческая тема. И так как я выбрала эту фигурку с открытыми руками, мне потом сказали, что это означает, что я могу получать энергию напрямую от Творца. И тогда у меня родилась мысль написать картину на эту тему, ведь в целом все мы люди, связанные с Творцом. У нас всех есть внутри частичка Бога, и все мы получаем от Него энергию. У нас всех есть какое-то такое глубинное желание слиться с Божественным. Внутренняя тоска почему-то необъяснимому, чему мы не можем объяснить словами. И когда мы получаем этот мощный сакральный фонтан любви в полном безмолвии и состоянии священной тишины, мы можем стать кем угодно, исполнить наше предназначение в этой жизни и реализовать свой потенциал. Мы можем вспомнить свой свет и воплотить наше глубинное желание быть собой. Мне понравилась идея, что мы все можем получать эту Божественную энергию вот просто вот так вот напрямую. И когда мы сольемся с Божественным, поверим, что мы, каждый из нас, любимое творение Творца-Создателя, созданное уже изначально цельным и прекрасным существом на этой планете, мы можем творить свою жизнь такой, какой бы мы хотели ее видеть, красивой, волшебной, чудесной, роскошной. И когда мы решаем расплести запутанную паутину внутренних ограничений, тогда есть возможность совершить внутренний прорыв, выпустив на волю свое внутреннее сияние и вместе с этим полюбить себя полностью. Итак, посередине картины вы видите символ сакральной геометрии Миркаба. И он состоит из двух тетраэндров. И все вместе это образует звездный октайндр. Эта форма наделена мощными энергетическими свойствами. Миркаба – это кристаллическое тело света человека, энергетическое поле, соединяющее воедино разум, сердце и тело. Это слово состоит из трех слов. Мир – разновидность вращающегося в себе света. Ка – дух. Ба – человеческое тело. Все вместе означает вращающийся свет, переносящий дух и тело из одного мира в другой. Миркаба – это взаимодействие физического, астрального и ментального тел человека. Также Миркаба может влиять на сознание окружающих людей, возвышая их. Миркаба помогает человеку установить связь со своим Высшим Я. Дает доступ к безграничной любви и силе всего мира. Гармонизирует работу правого и левого полушария. В человеке начинается процесс самоисцеления на физическом и тонком планах. В этой картине я прежде всего хочу передать связь женской сущности с божественной энергией. Поэтому посреди работы я разместила именно представительницу женской энергии Земли. По нижним сторонам работы я изобразила фигурки древних божеств женских. Очень важно было нарисовать на этой картине богиню, являющейся защитницей женщин. Ею оказалась богиня Луны, мама Килья, из мифологии древних инков. Она является богиней брака и менструального цикла. Мифы, которые окружают маму Килья, включают то, что она плакала серебряными слезами. И что лунные затмения были вызваны, когда на нее напало животное. Символом мамы Килья был серебряный диск, на котором изображено человеческое лицо. Луна – это элемент женской энергии. Сила Луны может быть эмоциональной, чувствительной, темной и омолаживающей. Она дает энергию для преобразования и трансформации уроков в сокровище мудрости. Луна сильна, потому что черпает энергию как из своей темной стороны, так и из светлой. Она помогает богине обрести цельность личности. Еще я изобразила богиню Дла Сол Теотль, богиню ацтеков. Она прежде всего известна была как богиня греха, похоти и сексуальных удовольствий. Сейчас же эту богиню уже считают богиней плодородия, женского начала и очищения. И она даже наказывала людей, которые приступают определенные правила, например, которые неверные в браке. Фигурку этой богини вы можете видеть в правой части картины, внизу, поближе к главной фигуре девушки. Ритуал очищения, который был адресован этой богине, включал в себя исповедь. И она освобождала людей от всего этого мусора, меняла, очищала, отмывала людей. Правда, к этой богине можно было обратиться лишь раз в жизни. Поэтому индейцы предпочитали прибегать к этому ритуалу уже на закате своей жизни. И еще одну чудесную фигурку богини-женщины, которую я изобразила на этой картине в правом нижнем углу, это богиня какао. Прекрасная богиня какао, очень почитаемая, самая важная из богов – шоколада Майя. Богиня шоколады или какао имела скромное, но благородное происхождение, как богиня Майя. Она была древней богиней плодородия, богиней земли в матриархальном обществе, где сбор урожая и забота о том, чтобы все были накормлены, были телом женщин. Избавление от голода и обеспечение безопасности людей было ее божественной обязанностью. Женская энергия, если она сбалансирована, то может творить чудеса. Женщина-богиня символизирует не только плодородие, она также и муза. Она вдохновляет мужчин, поэтов, музыкантов, художников. Согласно Джозефу Кэмпбеллу, женщина-богиня имеет три функции. Первая – это дарить нам жизнь. Вторая – умеет принимать нас в смерти. И третья – вдохновлять нас, заставлять наш дух парить, пробуждать к творчеству. Восторженность и красота женского духа даруют исцеление нашей планете. Волшебство мироздания сотворяется мягкой, земной, женской энергией, которая плывет, словно в танцы, очищая окружающий мир. Добросердечность и отзывчивость, присутствующая в женщина, сплочает людей, создавая в доме атмосферу любви и спокойствия. Созидательная женская сила, любовь к прекрасному, олицетворение красоты способна дать заряд на реализацию новых идей, планов и задумок. Фонтан любви, который льется через расслабленную и открытую миру женщину, может дать жизнь на создание удивительных новых творений, как в области творчества, так и науки. Это та же сила, которая дает жизнь новому человеческому существу. Когда я писала девушку посередине, я сначала изобразила ее в очень реалистичном стиле, а потом я ее переписала. И сейчас вы видите ее совершенно другой, нежели чем та, которая была до этого. Да, лицо было совершенно другим, и после того, как я сделала другую свою учебную работу, в которой было больше графики, и она была написана маслом в графичном варианте, я поняла, что и в этой работе надо тоже создать более графично ее тело, потому что узоры, они здесь выглядят нереалистично, черты лица я решила сделать тоже такими же графичными, чтобы они по технике, по стилю подходили под узоры и под саму работу. Я старалась делать минимум оттенков по этому на коже, чтобы она смотрелась более цельной. Чтобы нарисовать украшения, сережки и колье, я, конечно, посмотрела в интернете, какие могут быть красивые украшения, яркие, мексиканские. Я очень люблю детали, и поэтому я на этой работе решила создать ей тоже много ярких и красивых украшений, чтобы было видно, что она действительно девушка южная. Также мне нужно было создать более графично вот эти божества, маленькие фигурки, и сделать их не такими реалистичными, и я решила сделать их яркими под цвета, под тона этой работы. Потому что на самом деле на фотографиях, в которых были изображены эти фигурки, они все были какие-то коричневатые, ну, как вы знаете, древние божества, вылепленные фигурки, они такие либо из глины, либо из камня. Это была из серебра такая, серебряная фигурка, или золотая. А я ее сделала вот такой цветной. И так, саму энергию, которая переходит из рук нашего божества, из всего этого существа, сущности Творца, который идет к нам, людям, я хотела изобразить, конечно же, более прозрачно. И я, конечно, ее тоже переписывала пару раз. И, возможно, я тоже ее в будущем немножко перепишу, а может быть и нет. Изначально я сделала ее более яркой, и на самом деле мне не нужно было, чтобы она выделялась здесь. Были главными все-таки фигуры, которые по центру. Несколько раз я переписывала вот эту фигуру нашего божества, духа, Творца. Сначала я его сделала более светлым, а потом я поняла, что он должен быть более прозрачным. Любовь — это проявление Бога на земле, испытывая чувство внутренней удовлетворенности, находясь в присутствии здесь и сейчас, при отсутствии внутреннего диалога, мы в состоянии петь нашу собственную песнь, через которую происходит реализация нашего потенциала. Открывшись божественной любви, мы можем творить и создавать все, что пожелаем, однако будем счастливы лишь тогда, когда реализуем наше предназначение, ради которого вы были здесь рождены. Откройтесь этой божественной энергией любви, она течет к вам напрямую. Мы лишь закрылись от нее нашими собственными мыслями, негативными психологическими убеждениями, обидами, завистью и гневом. Внутреннее стремление к какому-либо делу, желание, бессловесный внутренний голос, оно уже диктует нам то, ради чего мы были рождены, наше предназначение, миссия. Человеку нужен смысл ради существования. Это нас всех спасает, то дело жизни, от которого испытываешь чувство восхитительной внутренней гармонии и единства со всей Вселенной. Так красота жизни проявляется через тебя и вдохновляет сердца других людей следовать своему сердечному зову. Это и есть замысел Творца. Ты счастлив, когда идешь своей дорогой. Расцветение поляны удивительных цветов внутри тебя начинается, когда ты услышал себя истинно. С этого момента ты целостен и знаешь, зачем ты живешь. Творишь любовь повсюду, где оказываешься и исцеляешь с собой пространство своими добрыми мыслями, пожеланиям другим людям счастья и любви, принятием и благодарностью. Я искренне желаю, чтобы эта картина помогла вам настроиться на обретение своей внутренней ценности и исцеление своего внутреннего духовного существа, что она поможет наладить связь вам со своим Высшим Я, чтобы гармония красоты, льющейся изнутри, создавала то сокровенное молчание и спокойствие, которое необходимо всем нам, забытая в потомке безумных мыслей, отравляющих нашу жизнь. Только в безмолвной внутренней тишине мы можем освободиться от разрушающих нас программ, неосознанно правящих нашими жизнями. И когда исчезнут все мысли, есть возможность почувствовать в груди ту самую любовь, о которой так много говорят, но ничего не известно. И тогда есть возможность почувствовать свое внутреннее естество и понять, кто же ты на самом деле, откидывая ярлыки личности и ассоциации себя с профессиями, талантами, своим именем, личностью, которая живет в этом теле. Услышь музыку своей души, глотни вкусного чая, окуни свое внутреннее естество, свое прекрасное пространство, где рождаются красивые волшебные миры. Наслаждайся жизнью, этим моментом, просто потому, что жизнь происходит сейчас, случается с тобой. Благодари за то, что ты живешь. То, что сейчас происходит, есть самое лучшее, что с тобой случается. Смотрись в эту картину и слезь с красками в процессе твоей медитации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова